В принципе, вода – общее правило. Вода смывает не только материальную грязь, это понятно, все мы это знаем с детства. Речь также и о каких-то духовных явлениях. И это все по-разному, в разных случаях. Вы спросили про четыре, я их пронумеровал, и коснусь каждого, и надеюсь, будет какая-то польза от этого. Итак, первый. Когда человек просыпается утром, сон – это, в нашей книге говорится, это такая смерть частичная. Потому что во время сна душа отходит от тела, но не полностью человек живет, дышит, все процессы у него происходят, его легко разбудить, и все, он живет. Но часть души поднимается вверх. Значит, часть духовности ушла от него. Если часть духовности ушла, значит, создается некоторый вакуум. А мы окружены в разной степени, по-разному и так далее, духовными субстанциями, в том числе негативными. Их создал Творец мира сознательно, чтобы у нас было заложено понятие свободы выбора. Не может быть выбора, если не еще выбирать. Если все хорошо, то какой выбор? Если все плохо, то какой выбор? Поэтому есть хорошее, положительное и отрицательное. Вот эти негативные силы, когда часть души уходит, они начинают подклеиваться к человеку. Куда они подклеиваются? Прежде всего, и как правило, на оконечности. И в первую очередь, на то, на руки. Вот на эти места. Это наиболее далекие от сердца, от тела, от души. Значит, тут, во время сна, меньше всего духовности. Значит, надо это смыть. Когда ты утром просыпаешься, ты берешь кружку. Есть, которые рядом с кроватью ставят. Есть, которые в соседней комнате. Не важно, где-нибудь. Не в туалете желательно. Даже если чистый туалет и современный. Но все-таки не в туалете. Находится кружка, находится вода. И ты берешь правой рукой эту кружку, передаешь влевую, и начинаешь три таких движения. Так, 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 так. И смывается. И все это нужно спустить вниз, чтобы в раковину стекло. Или, если это не раковина, то туда в тазик, в миску. А потом, конечно, это вылить в туалет и прочее. Но это все слетает вниз. Слетает вниз. Никакую браху благословения, браха это благословение, мы не говорим. Потому что, когда человек встает утром, он еще не очистил себя от отходов, которые накопили за ночь. в туалет. Все мы взрослые люди, не маленькие дети. Понимаем. Нужно пойти в туалет. Он должен пойти в туалет. И только тогда, когда он пошел в туалет, а также провел гигиенические процедуры, чистка зубов и прочее, 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 заканчивает эти все процедуры, после этого он выходит из туалета, снова, уже без всяких так, просто так смывает руки все, выходит из туалета и говорит благословение. Называется оно Ашер Яцар. Ты Всевышний, который создал человека и его потребности. После того, как он сказал Ашер Яцар, руки у него уже не мокрые, он так сделал. Вот это движение очень важно. Так сделал. После этого он вытирает руки. То есть всегда браха перед тем, как вытираешь руки. Говоришь браху, вытираешь руки. Это общее правило. Второй случай, вы пишете, в течение дня. В течение дня он человеку идет в туалет. После туалета он опять же должен омыть руки. Уже после туалета есть с этой кружкой, есть просто так под краном, и так, и так можно. Но главное, когда ты помыл руки после туалета, ты опять их вот так вот вытираешь, чтобы не стекало ничего. Вытираешь. Говоришь Ашер Яцар, и тогда вытираешь их полотенцем. Нужно это помнить. Вот такая последовательность. Всегда помыл руки и вытираешь, чтобы не стекало. После этого говоришь благословение, и вытираешь полотенце. И вытирать полотенцем, это завершение благословения всего. Можно, если неудобно, или какие-то другие причины, вытереть руки полотенцем, и потом сказать Ашер Яцар. Это не запрещается. Теперь следующее. Третий пункт ваш. Не телать отдай. Перед тем, как есть трапезу с хлебом, мы производим омовение рук, тоже специальной, вот это уже не под краном, а специальным, на тла называется, такой кружкой. Но если ее нет, обычной кружкой можно, и тогда тоже там уже иначе делается, не поочередно, а берется правой рукой, придется в левую, наливается на правую руку, потом наливается три раза на левую руку. Все это стекает. После этого опять нужно вот так сделать, чтобы не текло ничего. Потому что после этого надо поднять руки вот так. Будет стекать обратно. Нехорошо. И тогда здесь все, что не нужно, будет у тебя же под рукавами. Поэтому нужно так сделать, чтобы не стекало ничего. Вот руки примерно так поднять, как я сейчас демонстрирую вам. Примерно, это стоя все делается, но вы понимаете, на уровне лица. Вот так примерно. И тогда говорится, браха на нитила тя дай, после того, как сказали брахуна на нитила тя дай, вытирается руки полотенца. Еще раз браха, и потом вытирает руки полотенца. Потому что брахуна уже говорит перед делом. А дело у нас, завершает дело, это полотенце. Значит, поэтому брахуна уже говорит перед полотенцем. Есть иногда в разных общинах какие-то нюансы, но я вам рассказал, как наиболее правильно дело, как установлено, как в книгах написано. Это вот так. Теперь последнее. Четвертое. После посещения кладбища. После посещения кладбища, выходит из кладбища, нужно выйти из кладбища. И под краном помыть руки. Совсем не обязательно сосудом, тоже можно. Можно под краном, можно сосудом, так и так, вытирает руки, никакого благословения не говоря. Потому что не на что говорит благословение. Вытирает руки, смывает руки, потому что на кладбище есть негативные духовные силы. Они к тебе подклеиваются, ты их смыл, и все. Никакой нету, ничего не надо говорить про это. Я надеюсь, что я ответил как-то на это. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...